Здравствуйте! Программа «Диалог». И сегодня у нас в гостях очень интересная, творческая, талантливая личность, которая развивается в разных направлениях и имеет очень активную жизненную позицию. Разрешите представить, у нас сегодня в гостях Елена Скокунова, руководитель сектора по связи с общественностью и массовой работе библиотеки имени Сабита Муканова, писательница, психолог, юрист и волонтер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Мария. Знакомьтесь с Вашей биографией, с Вами. В первую очередь, представляется, насколько много и разнообразно Вы развиваете свои жизни, сколько много Вы уже успели в своем достаточно молодом возрасте. Скажите мне, пожалуйста, откуда такая тяга развиваться и в таких вообще абсолютно разных разноплановых сферах жизни? Можно сказать, что я всегда была активным ребенком и старалась все схватывать на лету. То есть это и когда училась в школе, старалась быть активной. То есть это ученица, первая ученица школы, лучшая ученица колледжа всегда была, можно сказать, в тренде. Всегда старалась быть активной, интересовалась очень многим, начиная от предметов и заканчивая, конечно же, книгами. То есть постоянно старалась что-то привносить в свою жизнь новое. Всегда. То есть все корни идут из детства, да? Лена, смотрите, у Вас достаточно много направлений, где Вы уже попробовали себя как профессионал, то есть Вы получили как профессию. Сейчас, в данный момент Вы работаете руководителем отдела по работе с общественностью и по проведению различных мероприятий. Думали ли Вы когда-нибудь, что Вы будете работать в библиотеке? Честно сказать, я мечтала с детства работать в библиотеке. Да что Вы! У меня такое было, потому что меня практически в 4 года научили читать. И я читала все, до чего достала. Могла додвинуться. Да, тогда шкаф с книгами от пола до потолка и все, что мне сказки внизу ставили. Поэтому старалась читать всегда. И потом уже, учась в школе, постоянно пропадала в библиотеке. Это научные проекты, это какие-то олимпиады. И нет бы вот обычный ребенок идет на улицу гулять, играть, я в библиотеку. И до самого вечера, пока у нас работает школа, до 6 вечера, я пропадала в библиотеке постоянно. Потому что книги — это то, что меня всегда затягивало. И ни дня без книги у меня сейчас в жизни так. Так, и книги в вашей жизни играют достаточно, вот в данный момент тоже, помимо работы, одной работы, да, есть еще одно направление. Ну, к библиотеке, если возвращаясь. Чем вы занимаетесь в библиотеке? Потому что, когда говоришь о том, что сотрудник библиотеки, такое, внутри есть шаблоны, может, какое-то восприятие, что это обязательно тишина, читальный зал, книги, все это очень тихо, так шепотом разговариваем. Но я так думаю, что это не про вас. У нас очень современная креативная библиотека, и там просто необходимо проводить различные мероприятия, чем я и занимаюсь на протяжении уже почти пяти лет. Что хочется отметить, мероприятия различного уровня. Это начиная с небольших литературных встреч и заканчивая масштабными круглыми столами, когда у нас практически по 50-70 человек. Библиотек, быть на публике, готовить сценарии – это не все так просто. Потому что бывает такое, что поскольку сейчас в период пандемии, который начался в 2020 году, мы начали работать в онлайн-режиме. То есть сейчас мы выходим постоянно в прямые эфиры, и очень часто бывает такое, что подготовить три эфира в один день – это просто нереально. То есть пишешь сценарий ночью, а что делать? Потому что всегда нужно быть готовой к тому, что кого-то подменить или пригласить срочно гостя и выйти в эфир. Форс-мажорные обстоятельства всегда бывают, да? Конечно, конечно, не без этого. Поэтому стараешься быть всегда на такой волне, что вот нужно – пошла и сделала. Нужно выйти в эфир – пошла и вышла в эфир. Лена, очень легкий вы на подъем, да? Да, можно сказать, что да. То есть что-то организовать – это вот на раз-два. Замечательно. Лена, скажите, а вот смотрите, в жизни каждого из нас бывают какие-то такие ситуации, я их называю, наверное, ситуацией X, да, или время X, когда приходит. И наша жизнь, как бы она делится или делится, или приходит какое-то другое абсолютно понимание. И тогда приходит понимание, наверное, вот ценности каждой минуты, когда мы действительно начинаем ценить свою жизнь, ценить то, что нам дано, и реализовывать все свои возможности. У меня, ну, есть, конечно, понимание, что в вашей жизни был такой опыт, и, может быть, именно поэтому вы такая, вот именно поэтому вы разносторонняя, вам всё интересно. Семь лет назад я попала в аварию, которая практически изменила мою жизнь на до и после. Мне дали второй шанс на жизнь, и я решила его использовать, потому что по-другому просто нельзя. И до этого я была очень активным человеком, работала в пресс-службе судебных исполнителей и вывела нашу пресс-службу на лучшую пресс-службу Республики Казахстан. То есть было, как говорится, и карьерный рост, и всё было замечательно, и даже замуж собиралась в тот момент. И так случилось, что я шла на съёмки на телеканал, и меня сбила машина. Сбила машина не просто так, что вот, как говорится, ударила и всё, да. Получилось, что очень страшные переломы были, и, конечно, очень тяжёлый период восстановления, который практически год я восстанавливалась, 9 месяцев была на больничном, и 3 года я училась заново ходить, училась заново жить. Потому что страшный период, даже клиническая смерть была. Моменты осознания, что жизнь — это очень хрупкая вещь, можно сказать, именно на больничной койке я поняла. Потому что нет силы внутри человека, которая может его поднять, если тебя никто не поддерживает. В меня верили, что я встану, что у меня всё будет замечательно, и вот вера окружающих, не моя вера в саму себя, что самое интересное, а вера окружающих в меня, она, можно сказать, и сыграла большую роль. Я понимала, что меня любят, меня ждут, все хотят, чтобы я встала на ноги, и я поняла, что я не имею права их подвести, не имею права подвести себя, и я мечтала встать на каблуки заново. Вообще врачи мне говорили, ты вообще с кровати хотя бы встань, какие могут быть каблуки. Но я это сделала, и, слава богу, хожу на шпильках. Лена, а вы поняли, для чего вам этот период был дан? Вот этот опыт? Этот опыт был дан для того, чтобы жизнь пересмотрелась, чтобы стать немножечко другой, чтобы начать ценить моменты жизни. А сколько вам лет было, когда с вами это произошло? 23 года. Ой, такой юный возраст. Да, это было всего 23 года, и, ну, то есть практически действительно второе рождение получила на тот момент. И чтобы, знаете, не уйти в депрессию, потому что очень сильные боли были, постоянно медикаментозное лечение, и особенно вот этот период, когда невозможно встать, то есть три месяца приковано кровати, я начала писать книги. Опять же книги, да? Этот период, да. То есть я читала книги в любом случае, когда я в больнице лежала, постоянно мне приносили книги. Но то, чтобы писать, до этого я писала стихи, как и вся, наверное, молодежь. То есть многие через это проходят, это и первая влюбленность, и просто какие-то периоды в жизни. Я даже школе подарила свой первый сборник стихотворений, когда уходила. То есть вы уже к этому времени были, ну, скажем так, писательцы, поэтессы. Можно сказать, поэтессы, поэтессы в тот момент, да. И просто было желание что-то написать. Я как раз начинала писать рассказ, но не было такого прям желания, вот что что-то будет. И вот находясь в этом состоянии, я его дописала. И дописала совсем по-другому, и совсем по-другому. Уже с другой точки, да? Да, я даже его назвала «Второй шанс». Он был у нас опубликован в провинции, очень интересная такая вещь. И потом я поняла, что это начнет меня спасать. То есть психологически я себя сама вытягивала из этого всего, потому что было очень сильно тяжело. И начала потихоньку писать книги. И что за книги? Что за сюжеты? Сюжеты — это мистика и городской фэнтези. Не могу сказать почему, не скажу, что я прям верю или не верю во всё это, но для чего-то же я осталась жива. Вот вы предосхищаете, да, мой вопрос. В мистику вы верите или нет? Да, то есть бывают в вашей жизни какие-то такие необъяснимые ситуации? Я думаю, что у каждого человека бывают необъяснимые ситуации, и кто-то по-разному к этому всему относится. Я более спокойно к этому отношусь, но бывает, значит бывает. Всё равно так или иначе мы во что-то верим, кто-то в Бога, кто-то во Вселенную, кто-то в мистику. Поэтому в моих книгах есть мистика, достаточно интересная, и важный такой момент, что там обычные люди. То есть это не люди, которые куда-то попадают, это не те, кто в волшебных мирах находится, нет. Это обычные люди, которые практически наши соседи, можно сказать, и просто в их жизни происходят интересные и невероятные вещи. Мистические. Мистические, да. И они обладают необычными способностями, сами об этом не знаю в основном. А как рождается персонаж, как рождается книга? Что интересно, я даже не могу этого сказать. То есть у меня есть желание иногда написать. И я начинаю просто сажусь, начинаю писать без какого-то сюжета, какие-то заметки делаю. Вначале это заметки, потом это просто вот разбивка на главы, я примерно знаю, сколько должно быть глав. И вот никогда нет такого, чтобы был построенный сюжет. То есть я могу сегодня такую главу написать, а потом всё закрутить совсем по-другому. То есть я не могу даже описать, как это рождается, но я всегда знаю, что вот сейчас я закончила 24-ю книгу, начала 25-ю книгу писать. Я понимаю, что никогда не известен финал. Я не знаю, как я его допишу. Вы не знаете, что случится с Вашими героями в конце книги, да? Я никогда этого не знаю, пока не сяду основательно уже дописывать книгу. То есть вот такие моменты. Бывает, что все выходные могу провести за тем, что пишу книги. Бывает, что наоборот, месяцами просто не притрагиваюсь, нет вдохновения или ещё что-то. Притом, что вдохновение такая интересная вещь, когда вроде бы в жизни обычно говорят, что писатель пишет, когда что-то в жизни случается. То есть какой-то переломный момент или ещё что-то. Это когда сильные эмоции какие-то, да? Да, то есть какие-то эмоции нужно вылить, ещё что-то. А я пишу просто в любом состоянии. Вот захотела, села и начала писать. То есть у меня нет такой какой-то привязки к какому-то состоянию или ещё чему-то. А когда первая книга выпускалась, насколько это было волнительно, когда первые произведения, когда вы понимали, представляли его на публику и какие были ощущения в этот момент? Когда я впервые выпустила книгу в электронном формате в интернет, я не знала, что будет определённый ажиотаж. Но он был. Мне писали очень многие совершенно незнакомые люди. Это из России в основном. Меня нашли даже писатели, тоже начинающие, молодые. Мы стали поддерживать хорошую интересную связь. Обложки я заказывала в Санкт-Петербурге для своих книг. Вот у меня пять обложек есть. У разных, правда, авторов, но очень такие интересные, красочные. Есть желание увидеть книгу свою, конечно, в бумажном варианте, и я к этому стремлюсь. Всё равно это будет так иначе, конечно. Обязательно, даже не сомневаюсь, что это будет. Потому что электронный вариант, конечно, электронный вариант, но свою книгу хочется. Когда книгу держишь, когда в взаимодействии с книгой, как-то ты её тактильно чувствуешь, запах. Да, это совсем другое ощущение. Вот я люблю именно читать бумажные книги. Когда вот в нашу библиотеку попадают новинки, я первый человек, который всё роется посмотреть и что-нибудь себе отложить, почитать. А, или отложить, почитать, да? Да, да, отложить, почитать, и потом действительно я это читаю. Потому что новинки – это очень интересные книги. И стараешься… Вот я непривередливый читатель. То есть я читаю… Могу читать классику, могу читать фантастику, могу читать детективы. То есть я читаю авторов, которые мне нравятся. Вот можно так сказать. Нет какой-то привязки к авторам, но слишком… Вот, допустим, прям новые современные новинки. Не скажу, что они сильно популярны в моём случае, но классику люблю. Есть такое. Есть такое, да? Да. Лен, мне очень интересна ещё одна сторона вашего проявления в этой жизни. Вы психолог. Вы психолог и волонтёр. Да. Я не знаю, что приоритетнее, психолог или волонтёр, говорить? Ну, наверное, волонтёрство, потому что оно со мной с 2009 года. Очень такой большой период жизни. И хочется… Как оно пришло, да, в жизни? Колледж. Училась в колледже, притом я училась тогда на юридическом. И просто, можно сказать, стечение обстоятельств. Я тогда уже была интересным человеком. Где-то выступала на молодёжных собраниях, ещё что-то. Меня приглашали на различные мероприятия. И тут я попала в департамент по защите прав детей, где они рассказывали про волонтёрство. Там интересная женщина работала, Черепанова Ольга Владимировна. Вот многие о ней говорят. И действительно, она делала свою работу настолько хорошо, что она зажигала людей, зажигала детей. И все хотели быть чуточку лучше своей версии, так сказать. Я не устаю повторять, что она действительно очень многое сделала в моей жизни. И волонтёрство, именно из-за неё я пришла, можно сказать. Потому что она зажигала во мне вот эту вот искорку. Желание… И быть немножечко более, наверное, открытия в этом мире, чем вот когда ты просто живёшь в своей скорлупе, так сказать. А когда ты волонтёр, ты открыт, ты пытаешься помочь всем. Кому вы помогаете? Мы помогали в тот момент детским домам. Интересные мероприятия проводили. То есть собрали волонтёрскую группу, вот я в своём колледже собрала. И мы постоянно выезжали с концертными мероприятиями. Это досуговая деятельность с детьми-инвалидами. Всё, что можно было сделать, вот как вот молодые люди могли энтузиазм свой проявить, там это КВНы, это различные концертные программы, это праздники, это Новый год, конечно же, выезды различные. То есть то, как мы горели вот этим всем. Это была очень такая интересная деятельность. Конечно, когда я уже ушла и стала работающим человеком, было сложнее всё это совмещать, но я оставалась всегда и до сих пор остаётся координатором в колледжах и в школах. То есть есть ребята, которые работают, и когда мне звонят и говорят, что вот мы хотим то-то сделать, я говорю, давайте. И я пытаюсь уже найти что-то, как им помочь, допустим, организовать машину, организовать какую-то деятельность, где-то самой поучаствовать. И сейчас волонтёрство я уже принесла, можно сказать, в библиотеку, потому что ребята помогают библиотекарям в различных мероприятиях, в различных акциях, в работе, допустим, хотя бы разносить книги, и то это уже волонтёрство. Какие-то листовки, когда мы делаем, какие-то акции, особенно вот «Всемирный день книги» 23 апреля, когда вот в прошлом году мы делали поэтический автобус с волонтёрами, со школьниками, с учащимися. Это было очень интересно, потому что это инициаторы, ребята. То есть деятельность, которая остаётся с тобой на протяжении стольких лет, я всегда говорила, что волонтёрство — это мир добрых сердец, и он так и остаётся. И открытых. Да, открытых добрых сердец, действительно. Лена, Вы же ещё волонтёрите в библиотеке. Да, сейчас у меня такая деятельность, что я бесплатно принимаю людей как психолог. То есть эта деятельность началась у меня уже почти три года назад, когда я отучилась, когда вообще психологию я всегда любила. То есть было такое желание пойти на психолога, но я вначале пошла на юриста, и потом думая о том, что всё-таки я стану психологом через время, потому что я очень любила эту тему. И очень интересный человек, как Дмитрий Сергеевич Агапов, у него есть свой центр личности. Я с ним познакомилась, когда ещё по волонтёрству начинала свою работу, какие-то тренинги мы проводили. И потом он в моей жизни сыграл такую интересную роль, когда я попала в аварию. После этого нужна была реабилитация, потому что страшные моменты жизни, когда ты стоишь на пешеходном переходе и понимаешь, что ты не можешь его перейти, потому что меня сбили на пешеходном переходе. И страх, который держит. И вот этот страх, то есть я понимала, что... Ну это уже как бы доходит до того, что я стою, пока не подойдут люди, тем более я с тростью ходила три года, и я просила ей даже перевезти меня через дорогу. Молодая девушка с тростью стоит, и у неё слёзы на глазах, потому что ты боишься дороги. Притом это не тот самый пешеход, это совершенно другой пешеход, но ты боишься. Страх, который живёт внутри тебя, тот самый монстр, да? Вот этот монстр, который потихоньку тебя ест, можно сказать. И тогда я позвонила Диме, позвонила Дмитрию, говорю, мне нужна консультация, я знаю, что ты один из лучших психологов в нашей области. Я пошла к нему, и буквально несколько консультаций, он меня вытащил из этого всего, и я не перестаю его благодарить, потому что психологи делают шикарное дело, когда помогают людям. И потом я задумалась уже конкретно об этом всём, что я хочу стать психологом. И в девятнадцатом году он открыл курсы по краткосрочному консультированию. Я прошла этот курс и поняла, что мне нужен диплом психолога. И здесь вне остановили. Да, здесь я пошла уже в Омске, отучилась. И потом поняла, что я хочу ещё направление, это кризисная психология. Это тяжёлые жизненные ситуации, это аварии, это пожары, это потеря близких, когда люди не могут отпустить умерших родственников. Это попытки суицида. Тяжёлые моменты, не каждый психолог к этому подойдёт. Но поскольку я человек, который пережил... И имеет такой... Да, такой, можно сказать, колоссальный опыт. Я решила, что кризисная психология – это моё. Я пошла учиться в Москву. Ну, дистанционно отучилась. Сейчас это всё нам позволяет. Да, это очень замечательное такое время, когда учиться. Это вот вообще можно, хоть в любой точке мира, можно сказать. Я отучилась и стала вести приёмы. И уже полтора года я веду приёмы в областной библиотеке. Ну и, конечно, есть у меня онлайн приёмы. В библиотеке помощь абсолютно бесплатная. Лена, как на всё хватает? Вот так и хочется спросить. Я просто представляю. Проведение мероприятий, работа с молодёжью, писательство, творчество, да? И ещё и ведение сессий, и помощь другим людям. Где берёте силы? Где беру силы? Внутри себя. То есть у многих психологов есть такая фишка, что мы погружаем человека в хорошее состояние. В ресурсное состояние. И поэтому я всегда знаю, как это сделать сама с собой. Как помочь самой себе и где взять этот ресурс. То есть это моменты, когда ты вспоминаешь, допустим, как тебя где-то награждали. У меня есть две правительственные медали от библиотеки. Да, замечательно. Это как маленькая техника, которая может быть полезна нашим зрителям. Что если вдруг у человека есть состояние, когда он чувствует, что сил нету. Вот есть состояние, когда ты ничего не хочешь. Когда ты просто лежишь пластом, вот тебе ничего не надо, но ты знаешь, что тебе надо идти на работу, да? И в этот момент тебе нужно вспомнить один из ярких моментов жизни. Пусть это будет поездка на отдых. Пусть это будет какая-то встреча с родственниками долгожданных. Или награждение. Или награждение, как ты выходишь на сцену, и вот тот момент надо поймать, надо вспомнить и тогда взять оттуда заряд. И вот этот заряд, он будет тебя сопровождать определенное время, и ты уже потом встанешь и горы свернешь, так сказать. Лена, я благодарю вас за этот диалог. Я желаю, чтобы в вашей жизни было все в таком же потоке, когда вы горы сворачивали, чтобы вас на все хватало ресурсов, чтобы ваши книги выходили в бумажном варианте, и чтобы вы получили радость от жизни. Спасибо вам за диалог. Спасибо большое, Марина.